Теньи-тенежки блестящие, Новые вы или хрустящие, Старые вы или новые, Все равно люблю вас, люблю вас я. Здравствуйте! Это проект Секреты, женская передача о настоящих мужчинах. И сегодня у нас в гостях очень талантливый мужчина, дизайнер, декоратор, 3D-художник Амир Кабулов. Ю-ху! Приветствуем вас, здравствуйте! Амир, спасибо, что пришли. Вам спасибо за приглашение. Как вы стали дизайнером? Такой довольно-таки необычный и несколько даже рискованный выбор. Очень рискованный на самом деле, но все началось с того, что я учился на программиста. Я, так скажем, последний класс в школе, первый курс в университете, на факультете нефтегазового дела, программирования. Ой, как вы не туда пошли! Все туда, все туда, потому что именно в те годы, когда это все было, так скажем, только на подъеме, в компании, занимающиеся проектированием, брали ребят с математическим аппаратом, потому что все эти программы со сложным 3D-моделированием, то есть все требовало знаний каких-то математических функций, трехмерных каких-то пространств. И как раз-таки вот ребята, технарии, они хорошо во всем этом ориентировались. Но как-то так получилось, что я научился не только, так скажем, рисовать, я научился еще и понимать, что я рисую, мне стало нравиться. И постепенно-постепенно я пришел к тому, что это происходило очень долго, это происходило на протяжении около 7 лет, наверное. То есть я еще успел поработать в сфере рекламы, я успел поработать в сфере маркетинга, в сфере СМИ. Вот получил второе высшее образование по направлению MBA. И после этого только уже третье мое высшее, это я дизайнер интерьеров. Вот, ну, я очень рад, что именно сегодня я занимаюсь и работаю над именно тем делом, которое мне нравится и которое мне приносит удовольствие. Все по любви. Все по любви, да. Скажите, пожалуйста, Амир, вот у вас образование, просто шикарно, три образования, да? Ну, самое основное образование у вас это математика, да? Я так поняла. Ну, первое, да, первое, программирование. Программирование, ну, это техническое какое-то образование, но как вы пришли к, это все-таки дизайнер интерьеров, это же художник. Конечно, врожденный. То есть оно у вас уже было, вы просто... Оно у меня было. Я с самого детства любил дома, у меня была Святая Пятница. Вот, почему Святая? Потому что я приходил из школы, я занимался в музыкальной школе, на покалове фортепиано. Вот, как раз у меня заканчивались последние занятия. Приходил домой и перед тем, как я смотрел и включал сериал «Перекресток», я обязательно устраивал... Это я? Да. Я обязательно устраивал родителям кукольный театр. Причем было интересно не сам процесс, была интересна сама подготовка, так скажем, импровизированной сцены под маленьким журнальным столиком. У меня какой-то был занавес из маленьких маминых каких-то лоскутков, так скажем, огрызков тканей советского, так скажем, периода еще. Но из этого что-то получалось такое интересное, и мне больше нравилось, когда это все я как-то вот там подсвечивал, как-то что-то вешал, что-то там оформлял, и мне это нравилось. Вот недавно даже про меня брат тоже в социальных сетях тоже написал, говорит, ну, недаром все-таки кукольный театр. Удивительно, когда левое и правое полушарие работают гармонично, одинаково. Обычно бывает, либо ты технарь, либо ты гуманитарий, так скажем. Да, у вас это все слилось в одно такое единение, да? Оно слилось. И знаете, почему же оно? Потому что дизайнер интерьера – это не только ты как-то все это красиво, ты же должен все это понимать с технической стороны, как все это реализовать. Мы художники обычно только понимаем с творческой стороны, а вот как технически подать? А здесь ты же должен понимать, ты нарисовал там что-то на потолке, придумал какую-то там штучку, а ты же должен понимать, сделают, не сделают. Уже проза жизни пошла, да? Проза жизни, да. Особенно, когда в 3D или в 4D ты уже находишься внутри пространства, с этой стороны, с другой стороны. То есть это, мне кажется, огромное знание. Вот ты в 3D рисуешь стенку, да, вот ты четко должен понимать, что эта стенка должна быть в этом месте именно 12 сантиметров, потому что у тебя профиль 10 сантиметров, у тебя каждый лист гипсокартона с каждой стороны этого профиля зажимает. А в графике на самом деле каждый сантиметр играет роль, это же реалистичность. Вот чем реалистичнее ты в 3D графике, ты все покажешь, преподнесешь, тем более ценна будет твоя работа, и тем больше эта работа будет нравиться там твоему заказчику или человеку, который ее оценивает. Вот, а здесь сантиметра. И здесь как раз-таки это знание технической стороны здесь очень-очень важно. То есть математика, программирование, я считаю, это то, что заложило у меня знание, вот на данный момент понимание материаловедения. И за счет этого у меня сейчас получается правильно конструировать мебель, правильно конструировать схемы перегородок и так далее. То есть оно на самом деле одно за другим. Много ли проектов вами реализованы? Ну, можно сказать много, можно сказать мало, это все понятие такое относительное. Вот я сейчас занимаюсь больше общественными интерьерами, коммерческими интерьерами. Конечно, веду в небольшом количестве какие-то частные заказы, друзья обращаются, просят. Вот, но на данный момент у меня проект и есть в Астане, в Атраве, в Актаве, в Москве веду ряд проектов. Но сейчас у меня частный один объект, я всегда один беру частный. Я в Лондоне веду один проект сейчас. Замечательно. А вот все-таки, что вы для души выбираете больше всего? Потому что в вашем портфолио, оно очень много разнообразных работ. Там и стиль вы разрабатываете, и интерьер, там комнаты, большое помещение. То есть очень много разных направлений. Вот вам именно ближе что? Ближе часто. Ближе, потому что это же все домашнее, это все вот оно как-то связано с уйдетом, с бытом. Это все то, что тебя окружает. Но оно очень много требует внимания, времени. И тем не менее, все-таки, видите, я же мужчина, и я должен заниматься бизнесом. Есть такой понятие, как объем, который ты должен выполнять в рамках, так скажем, работы своей компании. Продажи, которые ты должен. Ну я поняла, уют, короче, денег не приносит. Уют денег не приносит, к сожалению, да. Ну он приносит очень много душевного, так скажем, равновесия, гармонии. Творец, да. И это очень тоже интересно. Судить гнездышко. Скажите, каким заказчикам легче всего готовить? С тем, который знает, чего хочет, или с тем, который предоставляет вам свободу действия творческого? Удобно работать и легко работать с двумя типами заказчиков. Первый, который не лезет, вот, и доверяет тебе. Причем это не важно, знает он, что хочет, или не знает. Он может на начальных этапах просто сказать или не сказать. То есть, если он тебя, так скажем, не озадачит и не сформулирует, то, в принципе, ты сам ему, так скажем, пытаешься все это донести, и понимаешь, корректируешь его по ходу дела. Второе, это, конечно же, когда заказчик в одном лице. Потому что, если, так скажем, заказчик, это муж-жена, если в случае частного интерьера, то это бесконечный спор, это бесконечный лепить рак и щука, да. Или это в случае коммерческого интерьера. Не дай бог совет директоров какой-нибудь крупной компании, я просто разворачиваюсь, да, это вешалка. Человек должен быть один. Лепить рак до щука, да? Все тянут. Говорят, что если пара пережила ремонт, она все пережила. Это вопрос как раз в начале, да, там, где только-только заказ начинает осуществляться. А вот вопрос по финалу. Когда работа выполнена? И вот смотрите, заказчик недоволен, это одна история. А еще вот хотелось бы узнать, вы сами бываете недовольны своей собственной работой? Я считаю, что не всегда получается довести все до того логического, так скажем, завершения или вида, который ты бы хотел в итоге видеть. Это во многом связано даже с тем, что есть определенные возможности рынка. То есть сегодня вот можно купить эти красные обои, завтра нет, они закончились, ты должен пойти найти какую-то альтернативу. Сегодня есть эта люстра с висюльками, которая тебе нравилась, пока ты рисовала, а завтра ее раз купила какая-нибудь красотка, тебе не досталось. Ну, конечно, все уже начинают, блин, была бы такая люстра красная, конечно, было бы лучше. Ну, то есть это история воображения и реализация, опять-таки, там, дистанция большая. Все равно есть какие-то отличия, все равно есть какие-то расхождения, все равно даже когда ты кладешь рядом эскиз, визуализация до и после, и что получилось. Конечно же, это, я считаю, что это три абсолютно разные вещи. Конечно же, ты можешь что-то спрогнозировать, но во многих случаях это даже получается какая-то импровизация. А вот какие самые основные ошибки люди, когда самостоятельно делают ремонт, они совершают? Какие ошибки в ремонте своих квартир? Допустим, мне, допустим, ну, слишком дорого, да, нанимать декоратора? На самом деле, лепнина, это же дело такой вкуса, вот она тебе нравится, ты взяла ее и разместила на этой стене, и ты от нее кайфуешь. И понятие такого, что красиво, некрасиво, стильно, не стильно, это такое растяжимое понятие, его на самом деле нет. То есть правильно, неправильно не существует? Я тоже считаю, что это достаточно расплывчатое понятие, и оно должно быть так, нравится или не нравится. И здесь, когда ты, так скажем, знакомишься с потенциальным твоим заказчиком, ты ловишь какую-то синергию. И ты понимаешь, в одном ты русле с ним, в одной лодке или не в одной лодке. Очень часто бывает, что мнения расходятся, вкусы разные, ну, и, соответственно, мы не работаем друг с другом. Если вкусы совпадают, то, конечно же, да, супер классно, я очень рад, и мы начинаем какие-то совместные, так скажем, действия. Но ошибки, грубо говоря, разные ошибки бывают. Чаще всего ошибки больше связаны с тем, что есть понятие, в моем профессиональном понятии, оптимальность выбора материала. То есть чаще всего заказчик или пытается что-то слишком сэкономить и дешево сделать, и в итоге он теряет на внешнем виде. Или, наоборот, он слишком дорого это заказывает. И, наоборот, ты стоишь и думаешь, что можно было бы здесь как-то это все оптимизировать и подвести к какому-то логическому, в общем, знаменателю по стоимости. Конечно, очень часто ошибаются, тяжело сделать светопросчет. Где-то бывает так, что темные углы в комнате, наоборот, где-то он там слишком много света пересвечивает. Но это больше такие профессиональные. То есть человек даже многие эти вещи не замечает, связанные там с тонами, светом, сочетанием цветов, бывает, не замечает. А ты уже на профессиональном уровне понимаешь, что зачем ты вот здесь, например, взял холодный оттенок серого и замешал его с теплым оттенком зеленого. То есть интерьер должен быть гармоничным. Или холодный, или теплый. И желательно, чтобы эти оттенки никогда не перемешивались. Получается диссонанс. Все-таки законы пошли какие-то, видите, все-таки не только дело вкуса. Ну да, потому что любой цвет, который мы, не зная по ощущениям, выбираем какой-то цвет. А иногда потом ты вроде выбрал этот цвет, тебе нравится, а уже по окончании работы не нравится. Все не так. Все не то, что ты хотел. Ну, здесь на самом деле очень много зависит и от декорирования интерьера. Ну, что такое декорирование. Правильно поставить, правильно цветочки купить, правильно, там, шторки. Вот мой вопрос как раз такой был, да, какая роль в дизайне интерьера, да, то есть отводится текстилю? Очень важная. Причем я считаю, что в первую очередь, начиная работу над интерьером, ну, мы всегда сразу пытаемся опираться на бюджет. Это основное, это возможности людей. То есть самое первое, что мы закладываем в бюджете, в смете, даже не начиная что-то даже проектировать, рисовать, принципуально обдумывать, это какой у нас будет текстиль, какие у нас будут шторы. Текстиль всегда должен быть достойным, потому что самое на что обращает внимание даже, ну, в любой рекламе, в любом маркетинге, есть такое понятие, как целевая аудитория. То есть хозяйка интерьера всегда женщина, женщина всегда смотрит на ткань. Это первое, на что ты внимание обратишь, на обивочную ткань мебели, на то, что висит на шторах у тебя, на окнах. Вот это должно быть достойно. Все остальное может быть проще, экономнее, дешевле. То есть не обязательно там какой-то шкафчик в углу комнаты делать дорогим. А антиквариат как раз, вот мода на антиквариат, она ушла или как бы... Это наоборот сейчас, это наоборот тренд. Тренд. А вот как не превратить комнату вот в такой прям бабушкин сундучок? Ну, опять же, бабушкин сундучок – это понятие такое растяжимое. Вот, то есть все делается в кайф собственному вкусу. Вот. Я, например, всегда считаю, что в интерьере может быть буквально 2-3 элемента чего-нибудь антикварного, чего-нибудь такого отреставрированного, восстановленного, что-то такого привезенного из какой-нибудь там далекой Франции. То есть мне очень нравится антикварный рынок в Голландии и в Греции, как ни странно. Там очень дешево, там очень интересно в плане выбора. И прям иногда такие диковинные вещи находишь, что диву даешься. И очень легко это все восстанавливать и ремонтировать. Причем доверяют даже привезти антикварные прям наборы. 12 стульев, стол, какой-нибудь там комод. Хотя чаще всего, конечно, просят это в основном подсвечники, какие-то цветочные горшки, часы. То есть какие-то такие вот вещи. Какой тренд новомодный, тренд 2019 года? Тренд 2019 года это металл. В интерьере его должно быть? Не так, чтобы много, но по крайней мере этот металл, он должен присутствовать. Этот металл должен быть в основном виде каких-то, скажем, декоративных вещей для тех же самых столиков, например, но этот металл, латунь, бронза, хром. Все, что, так скажем, блестит в глазах сороки, да, вот это сейчас стало очень-очень модно. Причем даже в сантехнике, в отделке, там, в ванных комнат стало очень много сейчас металла, даже в кафе и так далее. Все равно какого цвета, да? Холодный? Холодный, желтый, хром, да. У вас как у дизайнера какой материал самолюбимый? Тоже металл или что-то другое? Я люблю, вот смотря, когда и где, да, опять же. То есть, вот, например, если говорить о мебели, да, то есть, что тебе нравится, какой материал в мебели тебе нравится? Я скажу шпон. Так, а почему? То есть, я говорю, только это же имитация, это же не настоящая. Так, я говорю, всегда из шпона всегда можно сделать очень много интересных форм. Вот пусть под шпоном будет какой-то, так скажем, заменитель, не настоящий материал, но, тем не менее, мы его покрываем натуральным и можем покрасить, залакировать и дать натуральную фекстуру. Вот, очень тяжело в наших казахстанских условиях работать с натуральным деревом, с массивом. Я не могу сказать, что я его не люблю. Он мне не нравится, потому что к нам он не приходит в сухом виде, он влажный. Через полгода его ведет. Пока он сохнет, его ведет, и изделия получаются уже каким-то, уже не таким в первоначальном виде. То есть, это есть такие моменты, опять технические. Вот, то есть, мне не только нравится материал с какой-то эстетической стороны, но и с функциональной стороны. Потому что, в принципе, у меня как бизнес есть отдельное мебельное производство. То есть, я как раз-таки понимаю, из каких материалов я могу что-то сделать, что я не могу сделать, что получится быстро, что получится долго. Вот, например, если это текстиль, я люблю натуральные материалы. То есть, хб, нет, очень люблю лен. Да, очень люблю фактурные материалы, да, ткани, прованс. То есть, это те стили, которые я очень-очень люблю, они мне очень близки. Все равно люблю вас, люблю вас я. У вас есть свой цех по изготовлению мебели? Да, мебель мы изготавливаем. Но, опять же, это связано с тем, что нужно доводить все до конца. Вот, ну, меня папа так в детстве воспитал. То есть, ты начал, ты должен закончить. Вот, к сожалению, не всегда получалось нарисовать красиво, и чтобы кто-то за тебя сделал все хорошо. То есть, все надо делать самому. Это я, так скажем, вывод по жизни сделал для себя. Так оно и есть. А вот где вы берете вдохновение? А я люблю путешествовать. Все регионы я очень люблю. И у меня есть большая мечта все-таки побывать на Антарктиде. На Северном, да, на Северном и Южном полюсе. Вот. На самом деле, это тоже очень такие интересные места, потому что там тоже очень много можно получить эстетического, красивого. Мне недавно подруга побывала там. За ней. Расскажите, пожалуйста, о своем доме. Дизайн вашего дома – это ваших рук дело? Дизайн моего дома, моих рук дело. Вот. Но, к сожалению, ну, так скажем, за последние пять лет, наверное, ну, это больше связано, конечно, с тем, что как сапожник без сапог руки не доходят. Вот. Но свою последнюю квартиру, которую я купил в Алма-Ате, трехкомнатную, я ее сам полностью отделал. Вот. Причем я сам вешал люстры, я сам устанавливал розетки-выключатели. Обои я, конечно, не клеил. Вот. Но какие-то такие вещи, связанные уже с аксессуарами, с декорированием – это уже то, что я сделал сам для себя. И мне это нравится. То есть свои мечты вы, ну, хотя бы частично воплотили. Хочется к нему в гости выпасть, девчонки. Приходите. Напросились? Попросились. Напросились? Напросились. Вы еще попали. Я-ху! Молодец, Жанна. Давайте еще замуж попросимся клиента. Попросились, как он зарабатывает. Да, не замуж, это с другими гостями. Такой прям очень важный вопрос. А сколько зарабатывает у нас сегодня дизайнеры? А когда как? На самом деле, это вопрос сезона. Тоже сезонность есть? Конечно, сезонность есть. Зимой ты больше проектируешь, летом ты больше реализовываешь. И опять же, это все колеблется от того, что ты делаешь. Если ты делаешь крупный объект, конечно, ты больше зарабатываешь. Меньше объекта, меньше зарабатываешь. А для вас важно? За границей, это как вы говорите, в Лондоне, в Лондоне? За границей, конечно, больше платят тебе. Там и прайс есть другой. А сейчас вы работаете в Лондоне, я представила, над каким-то большим проектом, замком, например, да? Ой, я очень мечтаю поработать над большим замком. Но пока это небольшая квартира с видом на Темзу в центре Лондона, в Сити. Какие квадратные? Маленькая. Небольшая квартирка. Маленькая такая. Ну там есть поле для размаха, да? Там четыре спальни, гостиная, объединенная с кухней, студией. Но опять же, все комнаты большие. На самом деле, чем больше жилье, вот люди думают, что вот, большое жилье, значит, много комнат. Нет, это просто комнаты большие. Это наши казахи, которые уехали в Лондоне, да? Нет, это заказчики, они итальянцы, вот, купили жилье в Англии, вот. Профессия такая, которую можно реализовать хоть где по всему миру. Такая очень красивая, благодарная профессия у вас. Да, я рад на самом деле, что я дизайнер, вот, потому что даже те новые люди, с кем ты знакомишься, это те люди, кому ты становишься близким человеком. Ты становишься вхожим в семью, потому что ты знаешь, где стоит его каждый стул, ты знаешь, где стоит его кровать в спальне, да? То есть ты знаешь, не практически, ты знаешь все о его жизни, о его быте, как он живет, как он перемещается, подобное. Потому что тебе это все рассказывают, вот, тебе рассказывают, какие цвета любит он или его супруг, какие цвета любит его ребенок, да, или чем увлекается его старшая дочка. То есть все эти вещи ты уже начинаешь понимать и пропускать через себя, потому что ты же для этой дочки должен пойти выбрать, например, кровать, и она должна ей понравиться. А еще же есть такое понятие, как спорт, что ты должен эту кровать выбрать с первого раза, чтобы она понравилась, а это тебя подстегивает. Ну, это на самом деле тоже… Адреналин зашкаливает, когда этот весь выбор идет, да? Да, и когда это с первого раза, да, это кровать. Ура, угадал! Потому что ура, это вот прям… Вообще так интересно, дизайнеры и материалы дизайнерские считаются, ну, очень многие так считают, в Италии самые лучшие. Вдруг у вас заказчики итальянцы живут в Англии, а дизайнер он вообще наш, казахстанский. Потому что у талантов не бывает национальности. Если у человека Боженька, если уже человека Боженька поцеловал при рождении и даровал какой-то талант, то он не спрашивает, тот и панат. Спасибо большое. Спасибо, приятно. Сегодня на нашу передачу. У нас в гостях был Амир Кабулов. Каждый раз убеждаюсь, что, на самом деле, профессионалы – это только те люди, которые любят свои дела. И с каким азартом, с какой любовью он сегодня говорил о дизайне интерьеров и о своей работе, и много чего мы интересного в этой сфере узнали. Смотрите обязательно нашу передачу, чтобы узнать все поподробнее. До скорых встреч. Спасибо вам большое. Очень приятно.